сегодня в студию с вик тв мы пригласили депутата государственной думы россии от воронежской области члены цккп рф доктора исторических наук профессора руслана гостева руслан георгиевич здравствуйте рада вас вновь видеть в нашей студии вы прямо с корабля на бал можно сказать самолета сразу к нам спасибо что уделили внимание пришли я буду стараться руслан георгиевич вот две недели как проработала государственная дума в новом году но прежде чем говорить о каких-то вот результатах и о новых темах немножко подведем итоги все-таки ушедшего 2014 года каким он был и в частности для фракции кп рф я думаю что вот так однозначно сказать что было лучше что хуже или удачно или неудачно невозможно почему потому что жизнь в прошедшем году была очень сложной она была многослойной и естественно что государственная дума не могла проходить те или иные факты события уделяя одним больше внимания другим может меньше но вместе с тем конечно же депутаты государственной думы не только нашей фракции но и всех фракций жили вместе со страной переживая успехи и неудачи но прежде всего конечно надо сказать что блистательно для нашей страны состоялись олимпийские игры сочи а который по поводу которых много было критики но все подводится если победа есть значит все хорошо наши спортсмены победили блистательно победили значительно опередил всех я напомню что на предыдущей олимпиаде мы выступили крайне неудачно а здесь громкая победа поэтому все сочи ясно кроме этого я думаю что присоединение в ассоединение точнее воссоединение россии с крымом и севастополем это тоже огромное событие которое дало повод радости и радости и у нас стране и радости в крыму у меня родственники живут крыму и хочу сказать что тогда когда развивались события много звонков было до того что когда они совсем разволновались я сказал но если что приедете будете жить у меня но все состоялось и состоялось в без каких-то взрывов танковых атак и так далее так далее воссоединение состоялось это тоже здорово хотя надо прямо сказать что воссоединение это не простое механически воссоединились и дальше стали жить вы знаете я в августе был в крыму и вот у меня было ощущение что я был 70-е годы был когда-то в артеке пионером отдыхал и вот крым где-то застыл в своем развитии и в строительных дорогах и во многом другом и естественно что россии придется очень много работать с крымом для того чтобы его вывести на современный уровень а крым должен быть современным потому что туристический бизнес туризма отдых который ведущая будет звено для крыма естественно что требует вложения для того чтобы потом отдавать и забегая вперед хочу сказать что государственная дума вместе с советом федерации вместе с правительством и с президентом сделали очень много для того чтобы создать базу законов которые бы позволяли современно войти в тело россии крыму и чтобы крым стал таким же субъектом федерации как и скажем наше воронинской области и это очень важно но и думаю что напрасно кое-кто говорит и у нас есть сразу ближайшие появляются то зачем это нам нужно мы бы должны укладывать но вложения состоялись состоялись уже и состоятся еще но отдача будет очень высокой и высокоэффективные отдача это поэтому я думаю что будет все хорошо и но вместе с тем надо осознавать что мы должны понимать что восторг проходит потом нас начинается будни вот как ребенок родился радости у всех а потом он начинает болеть он начинает вдруг что-то делать то что надо за ним убирать и так далее и начинается усталость нас накапливается он друг ночь не стал спать начал кричать там все это болезни и естественно что мы должны очень отслеживать внимательно чтобы вот эта усталость ожиданий не превратилась в нечто другое тогда когда начнется а зачем мы вообще вы выступали зачем мы голосовали за воссоединение с россией это очень серьезная проблема и она существует и надо думать что от нее можно отмахнуться но вместе с тем я думаю что крым это большая радость в целом для нас и думаю что воссоединение россии с крымом и севастополем повысила до невозможности рейтинг президента российской федерации владимира путина это надо воздать должное но вместе с тем а ведь прошедший год был очень трудным с точки зрения экономики очень трудно причем я хочу сказать что мы в целом по моему оказались не совсем готовыми к этому и кто бы что не говорила вот шувала выступал у нас несколько дней назад докладывал антикризисный план он что мы понимали мы ожидали мы видели нарастание проблем я думаю что оптимизм был значительно выше чем то что чем мы столкнули федеральные собрания и правительство многое не сделали то что должны были сделать это прямо на сказать в области экономики в области социального развития те указы президента которые были подписаны практически сразу им когда его избрали президентом и особенно экономически социальные и другие они в общем-то вокруг них много разговора но конкретика не всегда позитивная хотя я понимаю что все не может позитивно все должно в трудностях рождаться и чем больше трудностей тем радость тогда победы значительные но вместе с тем мы явно запаздывали и 14-й год оказался хуже чем тринадцатый год а тринадцатый год оценивался нами очень трудно и сложно мы считаем что он трудный тяжелый что надо встряхнуться надо поработать активно и так далее то поработать активно и встряхнуться и набрать воздуха много в грудь и в легкие и задышать знаете вот как спортсмен бежит ему надо продышаться и тогда у него пойдет и все 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 так вот в тринадцатом году мы не продышались и и в результате это прошедший год стал очень тяжелым очень тяжелым а тут еще последовали санкции которые тоже потребовали определенного ответа реакции и я думаю что не всегда с точки зрения понимания последствий санкций нами опять и оптимизм такой о мы преодолеем эти санкции и так далее надо прямо говорить что санкции осложнили жизнь экономики да и в целом нашу жизнь российской не не только отдельно гражданина а в целом российской федерации и это надо преодолевать и здесь непочатое море работы кстати если говорить о многих вещах которые сейчас приходится делать то наша фракция изначально давно уже я уже шестую являюсь депутатом шестой государственной созыва да и мы предлагали мы говорили что надо думать об экономике конкретной экономики можно но не думали о конкретной экономике а думали о прибылях но это нормально мы в капиталистической стране живем давайте прямо скажем и капитализм пожирает то что он должен пожрать он думает о прибыли не думает о гражданах и как таковых если олигарх что он думает там он делает что-то социального по требованию президента понимая о том что если он будет не делать то его совсем оторван но вместе с тем и главный для него это прибыль причем давайте и может быть чисто такой теоретический посыл вот мы всегда говорим об этой интеграции правильно интеграция это хорошо интеграция имеет много позитивных моментов но интеграция предполагает если хотите две стороны интеграции тогда когда ты от интеграции мы можем получать что-то и может быть даже очень много и в то же время интеграция может обрезание делать очень серьезное то или иной стране в том числе и российской федерации и вот это интеграция в системе глобализации в общем-то является очень большим хомутом для развития российской федерации и поэтому говорить что то что за интеграция какие процессы тут то надо еще посмотреть и как мы пользуемся мы еще в прошедшем году вступили в т.о в т.о мы стали членами всемирной торговой организации и опять же идеализация была о том что мы вступим в т.о будем пользоваться всеми условиями в т.о и якобы от этого мы лучше станем жить отнюдь потому что правила в т.о регламент в т.о настолько серьезен и запутан что им могут пользоваться прежде всего сильные мира сего а те кто не имеет мощной экономики кто не знает этих правил игры кто не имеет людей которые умеют защитить тем в том числе и юристов которые могут работать в этой системе это привело к серьезным скажите мы в организации в т.о и штаты в этой страны и европейского союза тоже казалось бы все споры должны решаться в т.о так как на площадке да на площадке в т.о но они на площадке в т.о не решается и более того я утверждаю что в т.о кто больше имеет финансовых возможностей тот и больше права у него у нас как то больше имеет права тот и прав они вот эти права имеют и они диктует все если надо то штаты не будут выполнять какие-то требования в т.о скажут мы знаем как нам жить тут будете вы указать кстати никогда вытого не возникнет против штатов почему потому что все организовано по американским лекалам и это мы тоже должны понимать поэтому вот такой очень трудный сложный год но с точки зрения сухой сухого осадка что мы сделали вот я прихватил правду коммунистическую правду которая опубликовала отчет фракции кпрф работы в государственной думе здесь вот вот такие вот хорошие фотографии даже и я попал этот состав я потом подарю тебе вот в этой вот и такие цифры количество законопроектов принятых советом госдумы к рассмотрению государственной думы 1536 рассмотрено 1105 хорошо 1105 законопроекта я хочу сказать но цифры они лукавые ведь хорошо если эти законопроекты приняты и заработали и работает на общую систему и защищают интересы а тогда когда вдруг появляется в госдуме законопроект который направлен на защиту олигархов которые потеряли какие-то в результате вот санкций прикрыли их средства и с оказались они арестованными или еще что-то извините олигарх как-нибудь разберется с этими средствами что как надо думать как спасать того у кого пенсия семь с половиной восемь тысяч а мы выносим вопрос специально госдума в первом селе приняло 2014 году пятьсот пятьдесят три закона ну и здесь можно продолжать утомлять не буду мы коммунисты и депутаты тоже принимаем участие хотя хочу сказать что нередко наша работа над законопроектами носит труд который не будет плодотворным потому что мы готовим законопроекты выносим но у нас есть фракция которая находится в постоянном сговоре с правительством и эта фракция и правительство блокирует наше предложение у нас и другие взгляды на роль государства чем у самого казалось бы правительство должно повышать роль государства в экономике в социальной сфере в культуре везде для этого и правительство российской федерации она это не делает ну и в известной степени единая россия вынуждена идет хвосте за правительством решая те вопросы которые правительство выдвигает в этом понятно это это если хотите управление или отдел или подотдел правительства но это так поэтому абсолютное большинство наших законопроектов не проходит их 236 по-моему если точно нас 92 а для того чтобы принято закон необходимо 226 голосов мы тогда когда мы договариваемся с лдпр и со справедливой россии то у нас получается где-то 210 212 голосов вот наш красная цена нашей фракции и оппозиционных фракций еще государственный вот такая у нас соотношение сил и естественно что я хочу сказать мы в известной мире работаем даже не на сегодняшний день а на будущее мы нарабатываем мы пропускаем честь вот такую либеральную думу мы пропускаем наши законопроекты обсуждения в том числе и покажет какие-то слабости этих законопроектов но часть из этих законопроектов я убежден в этом будут востребованы в будущем ведь тогда когда у нас случился провал в экономике и когда по предложению зюганова и нашей фракции во главе правительства примаков был поставлен и юрий мастерков светлой память ему они очень сумели за короткий срок оттащить от пропасти страну которая движилась к катастрофе провал мы они оттащили и они тогда наработали очень много интересных вещей которые сегодня в связи с ситуацией в которой мы попали необходимо очень внимательно посмотреть рассмотреть и принять соответствующие решения с учетом того опыта вы должны понять что невозможно то что было скажем при примаркове сегодня напрямую применять ну и вместе с тем если творчески подходить то можно сделать очень много в этом направлении поэтому вот такая штука завершает то что мы сделали и более того я еще и еще раз говорю я думаю что и правительство и федеральное собрание авиа в том числе прежде всего государственная дума не ответили соответствующим образом на вызовы которые возникли в 2014 году ведь по существу то что на чем сейчас правительство работает это то что задание было получено ну если не в апреле то в мае это уже кричала о том что есть необходимость решение этих вопросов я помню президент собирал нас крыму президент выступал перед нами мы говорили о проблемах и прочее прочее проблемы нарастали это было видно но решительных мер не было и тогда когда шувалов у нас в думе говорил о том что мы все видели все понимали если все видели и понимали и не приняли соответствующих решений и действий законов не выдвинули соответствующих то спрашивается зачем господин шувалов находится сейчас в качестве первого заместителя председателя правительства российской федерации что думает депутат государственной думы россии от воронежской области руслан гостев об антикризисной программе правительства страны вы узнаете из нашей следующей передачи следите за обновлениями нас вик тв